Ясмина Сапфир Ты уволен Пролог Проклятие! Они меня все же догнали! Холодок прошелся вдоль позвоночника, душа ушла в пятки, а сердце загрохотало в ушах. Порыв теплого ветра показался ледяным дуновением. Я обернулась в узком проулке между зданиями и серого монолитного камня, без крыши и стыков. Черт, надо было раньше уходить из бюро информации, да и водителя отпускать не следовало. А тут еще с телохранителем поссорилась. Ну, как поссорилась? Уволила к чертям, этому самодовольного нахала и грубияна, и ни капли не жалела. До этой минуты. Вот теперь ни водителя, ни защитника. Одна. Боже, о чем я только думала, когда засиживалась допоздна с компьютером в обнимку. Знаю, конечно, о том, что уже показался след. Вот чувствует меня только след и останется. Фьюк. Жалобно просвистела в вышине птица, словно предвещала беду. Воздух чужой планеты пощекотал ноздри. Я прижала к груди легкую сумку из кожи полосатой макнойской рептилии. Подарок из прошлой жизни. Так, здания здесь своеобразные. Тянутся на многие метры. Прошмыгнуть между ними я не успею. Надо весь квартал отмотать. Бежать дальше нет смысла. Менгены догонят за считанные минуты. Не зря же эти гуманоиды улучшали себя с помощью генной инженерии. Мутанты чуждовы. К тому же их трое. Ну да, какой же мужчина рискнет в одиночку напасть на слабую женщину? Надо вначале напиться до состояния свиньи, а затем найти компанию таких же буровов. Я судорожно соображала, что делать. Звать на помощь? Звонить в полицию? Неплохая идея. Попробуем. Попытка не пытка. Экстренный вызов на браслете-компьютере отправил в ближайший полицейский участок мои данные. Местоположение, номер опасности. Возможное изнасилование или ограбление. Надеюсь, не опоздают. Сумеют меня познать хотя бы. Черный юмор напрашивался сам собой. Мужчины двигались слаженно, словно договаривались. В неверном свете желтых фонарей, на антигравитационных подушках, они казались еще более отвратительными. Мощные фигуры метра под воростом, пьяные ухмылки, сверкающие задором возбужденные глаза. Я попала. Неритмичные шаги иголка отдавались на черной дороге с гладким покрытием. Жирные четырехкрылки, мотыльки размером с птицу, отбрасывали на преследователей уродливые тени. Обезьяны, орангутанги, мрази. Я сделала еще шаг назад, но сильная шестерня Менгена остановила, легла на плечо и буквально пригвоздила к месту. Один из преследователей настиг и вмиг оказался сзади, схватил за горло почти лишив кислорода. Двое других бросились, как шакалы. Принялись стягивать эластичные брюки, одновременно тиская везде, где дотягивались. Было настолько омерзительно, что меня затошнило. Менгены запыхтели, как самовары, и удвоили усилия. Я зажмурилась, стараясь уйти от реальности, когда внезапно хватка на шее ослабла. «А ну отпусти ее, быстро, иначе я за себя не ручаюсь». Знакомый бархатистый бас раздался совсем близко. Я же уволила его, даже обидела. Да что там обидела? Буквально раздавила шпилькой мужское эго. Я судорожно привела одежду в порядок. Твари, все-таки порвали лосины. Быстро отошли, пока живы. Я не верила глазам, ушам и вообще органам чувств. Как он тут очутился? Почему? С какой стати? Бывший телохранитель только усмехнулся. Странно так, загадочно. И началось представление. Один летит туда, другой сюда. Третий под ногами моего бывшего телохранителя. Он месил Менгенов, как тесто, а те только пьяно постановали. Отточенные удары, каждый в цель. Резкие, но спокойные движения без пешки и суматохи. Я просто любовалась, восхищалась, радовалась, что бывший охранник вдруг очутился рядом. «Ребята, мы с вами!» Дрожки Менгенов подоспели из пятийного заведения. «Откуда и выскочили мои преследователи? Еще семеро? Нет, десять! Проклятие!» Телохранитель странно усмехнулся. Руки, ноги тела замелькали передо мной, как в ускоренной перемотке. Сзади послышалась полицейская сирена. И двое местных стражей порядка влились в драку. Пьяные Менгены и не думали прекращать потасовку из-за такой мелочи, как приезд полиции. Мой бывший охранник выглядел спокойным, как скала. Я прижалась к стене и в ужасе ждала окончания потасовки. Мне бы сбежать, улететь на корабль, поймав первое же попавшееся такси. Да что там, любого бомбилу. Оказаться, наконец-то, подальше от всего этого безумия. Но я почему-то не могла бросить отставного телохранителя. Ждала, чем же дело закончится. Следила за тем, как из горы тел, то и дело появляется одно, самое мощное. Оно сверкало в серебристом свете фонарей, словно закованное в рыцарские латы. И всякий раз чувствовала, как сердце останавливается, когда бывший телохранитель исчезал в гуще драки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!